Мы с Максимом придумали новое упражнение. Так как у нас, мы уже с Максимом сколько год занимаемся, по-моему, уже больше, в общем, пока мы давно уже занимаемся, и у нас часто было проблемой нижний регистр. И вот мы купили Максиму новый инструмент, который звучит, который очень классный, очень крутой, и мы придумали с ним упражнение октавки. И вот мы сейчас его продемонстрируем. В чем суть? Мы спускаемся с третьей октавы. Мы берем одну ноту, например, возьмем ноту фа давайте сейчас, и играем ее в трех октавах, начиная с третьей. Почему именно с третьей? На третьей октаве, то бишь это самая высокая октава, идет очень большой, мощный выдох, потому что она высокая, она громкая, ее нужно как-то продуть. И, соответственно, спускаясь ниже, мы оставляем такой же выдох, как был на третьей октаве, просто поменяв аппликатуру и сменив октаву. А выдох оставили точно такой же мощный. Попробуем. Только аппликатуру правильную мы играем. Да, да, да. И дуем фа третьей октавы. Ну, почти получилось. Давайте повторим, как будто это вы не слышали. Еще раз. Ну, вот, немножко получше. Давайте теперь на ноте соль покажем. Подумайте аппликатуру тоже. Попробуем. Еще разок. Вот. То есть задача в том, чтобы продуть до нижнего регистра так, словно мы играем в третьей октаве, а не в первой или во второй октаве. И давайте мы сыграем на ноте ми. То есть такие самые противные ноты на флейте. Еще разок. О, очень неплохо. Максим садится. Мы Максиму аплодируем. То есть вот такое вот очень хорошее упражнение. Я вот тоже сейчас остальным ученикам его даю. И оно действительно дает очень хороший и интересный эффект. Дальше. Следующий момент. Очень часто можно услышать от пианистов, от струнников, что вот мой инструмент самый сложный. На скрипке так сложно играть, а на фортепиано так тем более. Я вам скажу так. Духовые самые трудные. Вот кто бы вам чего не говорил, а флейта так тем более. Представляете, нужно думать о том, как дышать. Как... Как прорассказать дышать? Нет, выдох. Как делать выдох? Как стоишь? Как держишь флейту? А какие пальцы нажимаешь? А еще язык работает, между прочим. А потом еще ты думаешь о нотах? А еще нужно музыку какую-то создать. Это вот столько всего нужно делать. А если ты еще в ансамбле играешь, мы об этом, кстати, еще сегодня поговорим, так еще нужно и слушать людей, кто вокруг тебя находится. И это я еще не говорю о том, что нужно уметь общаться с залом, уметь общаться с публикой, а не просто так вышел, что-то там в пол сыграл и ушел. Ни в коем случае. Да, ты против, давай. Вот, то есть, на самом деле, конечно же, я не говорю, что там на струнных инструментах, на клавишных не нужно обо всем, о таких же вещах думать, но все-таки духовые инструменты выбирают в себя очень много компонентов, о которых ты должен всегда обязательно помнить. Вот. Значит, что, мы поговорили о вдохе-выдохе. А, вот о чем я совсем забыла рассказать. Это о правильной стойке, о том, как мы должны правильно стоять. Ну-ка, Юрия, иди-ка ты сюда. Вот прям вот на тебе, на тебе с флейтой, давай. Вот прям вот на тебе это будет то, что нужно показать по поводу стойки. Начнем по порядку. Мы стоим прямо. Да, то есть, ну, это, я думаю, это, в принципе, очевидный, конечно, момент, но все равно есть кто умудряется и искривляться, да, там еще что-то там делать. В общем, ну, бывает такое. Начнем с ног. Пойдем по... Да, не стоим вот так вот. Потому что если мы будем стоять вот так вот, мы в любой момент сможем упасть. Мы ножки чуть-чуть расставляем и левую ногу. Левую. Левую, да. Вот у вас это с той стороны. Вот мы ее чуть-чуть выдвигаем вперед. Для чего? Чтобы был всегда баланс во время того, как мы играем. Сейчас поймете, почему. Дальше. По поводу того, как мы держим инструмент. Вот здесь есть левая рука. Вот она. Вот она, да. Значит, так, чтобы не запутаться, очень часто тоже, приходя на первый урок, ученики пудут, куда, чего, куда руку ставят и... Сейчас, давай скажем так. И флейту берут, и вот так вот ее берут, и как-то вот так вот. Ну, в общем, как только вот вообще инструменты берут. Мы должны представить, что у нас правая говорит привет. И вот левая. Мы смотрим на себя. Правая вот. По поводу постановки пальчиков. У нас их на каждой руке по пять штук. Но тоже каждый раз говорить там указательные левые руки, там средние правые руки, это очень долго. Поэтому есть нумерация, которая есть и на других тоже инструментах. То есть она везде стандартная. Мы начинаем с больших пальцев. Первый, второй, третий, четвертый и пятый пальчики. Также вот и на флеточке мы это все расставляем. По порядку пальцы у нас все вот так вот идут. И тут мы их тоже все расставили. Дальше. Пойдем тоже сначала по рукам поговорим. В первую очередь, естественно, не должно быть никакого зажима. Что очень часто бывает, потому что есть стереотип, что вот если я буду давить, даже на блокфлетах, между прочим, тоже такое, если я вот надавлю, вот у меня лучше получится. А вот нет. К сожалению, нет. Поэтому никакого давления не должно быть. Потому что если начинаешь давить, зажимаются пальцы, зажимаются кисти, и давление, зажим идет дальше. И, соответственно, нарушая процесс исполнения. Поэтому пальчики всегда должны быть у нас расслаблены. Дальше. По поводу рук. Поговорим о правой руке. Она у нас идет как прямая линия, но при этом запястье должно быть абсолютно свободное, расслабленное. То есть оно не должно быть зажатое, тоже как будто бы камень сплошной. Он должен быть подвижный. То есть в любой момент, чтобы суметь им подвижить, скажем так. С левой рукой немножко по-другому. Она имеет фиксированное положение, потому что указательный палец, фаланга указательного пальца нижней, она помогает поддерживать флейту. Поэтому она находится в стабильном положении, никуда, собственно говоря, и не двигается. Правая боли у нас свободная. Дальше. По поводу того, как мы, собственно, дальше держим инструмент. Ни в коем случае мы не зажимаемся. То есть мы вот поставили пальчики, вот мы стоим прямо. И тоже всегда ребятам говорю, к флейте не тянемся, потому что начинаются вот такие вот движения непонятные немножечко. И начинается что-то, мы шея что-то у меня заболела, что-то у меня с плечами нет, какие-то мы кривые все становимся. Вот, поэтому инструмент идет к нам, а не мы к нему. Мы его держим, и вот мы его поставим. Вот он у нас вот так вот есть, и все. То есть никаких тяготений самостоятельных к инструменту нет, только его. И вот. А я что, кто в тебя все любит. Итак, вот. Прямо ручки у нас стоят, они чуть-чуть у нас согнуты. И вот мы ставим инструмент. Вот. Вот так вот. Слушай, ты прям-ка прям встала. У них просто это очень редко бывает, поэтому это прям очень классно. Дальше. Вот сразу говорила ошибка. Долго, ты помрешь через минуту. Опусти, опусти, опусти. Красавчик. Руку.